Здравствуйте. В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Совсем скоро наступит срок уплаты налогов. Это 2 декабря, поэтому стоит задуматься об этом уже сейчас. На студии находится начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России и Паморской области Татьяна Приезжих. Здравствуйте. Татьяна, я знаю, что поменялись бланки налогового уведомления, поэтому, наверное, кто-то удивился, увидев уже бланки по новой форме. Давайте мы объясним, какими должны быть бланки и как можно по ним платить. Компания по уплате имущественных налогов с физических лиц стартовала у нас в области с августа текущего года. У нас было сформировано порядка 380 тысяч налоговых уведомлений, 296 тысяч из которых были разосланы налогоплательщикам по почте и больше 80 тысяч документов были выгружены в личные кабинеты налогоплательщиков. Те, кто получают документы на почте, конечно, когда открывали свои конверты, были удивлены тому, что впервые налоговое уведомление пришло им без платежных документов, без квитанций. Это правильно. В этом году действительно не прикладываются к уведомлению налоговому квитанции. Налоговое уведомление включает в себя QR-код, штрих-код и уникальные номеры документа, которые позволят заплатить налоги, не имея тех квитанций на руках. То есть они теперь не нужны. Вот до адресата, вы сказали, они доходят по почте, да? Но я знаю, что были определенные нюансы, что далеко не все смогли это сделать, получить. Это действительно так. Дело в том, что налогоплательщики полагаются на то, что срок уплаты имущественных налогов 2 декабря в этом году. И что это еще далеко. Да, что это еще долго. Они оперативно не обратились на почту. И при этом сейчас, когда они туда приходят на почту, конечно же, документы их уже направлены в архив. Поэтому сегодня, если наши налогоплательщики не получили налоговое уведомление, они могут использовать несколько случаев, как эти документы получить. Они могут непосредственно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, либо по месту учета объектов. Такой порядок получения налоговых уведомлений. Ну и самый простой способ, на наш взгляд, это получать документы в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно прийти в налоговую инспекцию, или сейчас можно воспользоваться тем, что этот документ может прийти на электронную почту, если заявление будет подано в многофункциональном центре оказания государственных услуг. Это быстрая процедура? Документ, если человек обращается в налоговую инспекцию, то в его присутствии регистрационная карта печатается, выдается ему на руки. Если же это через многофункциональный центр, мы стараемся, эти услуги оказывать достаточно оперативно. То есть по факту получения документа в этот же день на электронную почту уходит регистрационная карта с доступом к личному кабинету. Я знаю, что у вас уже есть предварительная информация, даже потому что кто-то из граждан, безусловно, заботился заранее. Да, такая информация мы уже есть, мы уже располагаем ей. По оперативным данным в области, ну, наверное, надо все-таки сказать, сколько было исчислено имущественных налогов. Это миллиард 600 миллионов рублей сумма достаточно серьезная. На сегодняшний день в бюджет поступило только 26% от этой суммы. Поэтому, если мы говорим о том, что остался, собственно говоря, период достаточно короткий, это меньше месяца, поэтому нужно поторопиться и решить все вопросы с уплатой имущественных налогов заблаговременно, не оставляя эти вопросы на последний день. В общем, по сумме более-менее разобрались, да. А что касается цифр вот этих вот, есть какие-то изменения в расчетах, которые коснулись, может быть, этой налоговой компании, или же буквально недавно появились? Если можно, поделитесь. Я готова рассказать вот о чем. В этом году налоговые органы производили расчет, согласно федерального законодательства, земельного налога с физических лиц с учетом ограничивающего коэффициента. Он составляет 10% к уровню прошлого года. Что это значит? То есть сумма налога в этом году у физических лиц не может составлять более чем, с приростом более чем 10%. Подобный порядок расчета налога на имущество мы применяли уже в прошлом году, поэтому это вот такая вот практика, которая у нас используется и в этом году. То есть интенсивного роста быть не может? Нет. То есть эта мера введена именно для того, чтобы наши налогоплательщики не ощущали существенный рост налогов к предыдущему периоду, когда они их платили. Есть еще и хорошие новости для многодетных семей. В этой категории налогоплательщиков были предоставлены дополнительные льготы в виде налоговых вычетов на квартиру и дом 5,7 квадратных метров. Мы уже с вами неоднократно говорили о том, что есть у нас такие вычеты, которые автоматически применяются налоговыми органами при расчете налога на имущество. Так вот, многодетным семьям такую возможность предоставили на каждого ребенка дополнительно 5 квадратных метров и 7 квадратных метров. Стоимость вот этих квадратных метров не облагается налогом на имущество с физических лиц. То есть это не по обращению, да, обращаться нет необходимости? Нет, заявление в этом случае никакое не пишется. В этом случае вот такая льгота предоставляется налоговыми органами самостоятельно. Есть еще и такая категория у нас, как в части многодетных семей, это льгота по земельному налогу. То есть 6 соток земельного участка, которые есть в собственности у многодетных семей, они тоже не облагаются земельным налогом с физических лиц. То есть если участок большего размера, соответственно, уплачивается налог только вот на эту разницу? Да, на оставшуюся часть. Все поняла. Есть какие-то еще новшества у этой налоговой компании? Есть. Новшества в этом году. Налоговые органы самостоятельно предоставили льготы в отношении порядка 25 тысяч физических лиц. В связи с тем, что с этого года у нас начал действовать упрощенный порядок предоставления льгот. Проактивный мы его называем. Что это значит? Налоговые органы на основании сведений, которые были предоставлены нам на федеральном уровне из органов пенсионного фонда и органов соцзащиты, самостоятельно предоставили льготы такой категории физических лиц, как пенсионеры, инвалиды и опять же те же многодетные семьи, которые сейчас такой льготой могут воспользоваться. Я полагаю, что действительно это очень удобно для этих категорий граждан. Да, в этом случае не требуется писать заявление на предоставление льготы. Льгота предоставляется автоматически. В том случае, если не получили документы, еще раз давайте напомним, куда можно обратиться для того, чтобы действительно узнать эту сумму. Дело в том, что текущее начисление физических лиц могут быть предоставлены налогоплательщику только через личный кабинет, либо в налоговой инспекции. Вариантов других у них просто нет. Вот на сегодняшний день есть возможность получить сведения о задолженности физических лиц. Эту информацию распечатают в многофункциональном центре, но информация о текущих начислениях станет задолженностью только 3 декабря. Поэтому вот сейчас для того, чтобы получить доступ к личному кабинету, я еще раз повторюсь, нужно прийти в налоговую инспекцию, но есть еще и возможность зайти в личный кабинет через портал госуслуг. Для этого нужна подтвержденная запись в системе идентификации физических лиц, и тогда налогоплательщики имеют полноценный доступ к функционалу личного кабинета. Там можно распечатать налоговые уведомления, если вам так удобно платить через бумагу все-таки, либо же оплатить налоги онлайн, воспользовавшись сервисами банков-партнеров Федеральной налоговой службы. Татьяна, ну каждая компания, безусловно, не обходится без тех людей, кто просто не успевает оплатить срок, да, и в итоге им начисляются штрафные санкции. Вот по штрафным санкциям для тех, кто не успеет до 2 декабря, там какие вообще, о каких суммах идет речь? Мне бы сегодня, конечно, не хотелось говорить об этом. Все-таки мы ориентируем наших физических лиц, чтобы они заблаговременно постарались оплатить имущественные налоги. Но, к сожалению, по статистике порядка 260 тысяч жителей Амурской области на сегодняшний день не заплатили налоги за предыдущую кампанию, то есть за 2017 год. 200? 260 тысяч физических лиц. Это порядка 680 миллионов рублей. Если мы говорим, что имущественные налоги являются основой для регионального и местных бюджетов, то это, конечно, было бы существенным подспорьем для формирования государственной казны. Но, тем не менее, у нас есть такая ситуация. Мы направляем должникам требования об уплате налога. Если они его не исполняют, восстановленный срок. В этом случае налоговые органы обращаются в судебные органы. И вот по итогам текущего года у нас порядка 7 тысяч судебных приказов было уже сформировано в отношении таких должников. Дальше информация передается либо в службу судебных приставов, либо, что малоприятно работодателю для удержания денег из заработной платы. Это может быть стипендия. У нас есть случаи, когда были ограничены выезды за пределы Российской Федерации. Самый неприятный момент в том, что если вдруг порядка 300 человек у нас имели заблокированный доступ к счетам, разблокировать счет физического лица требует тоже определенного времени. Поэтому мы, конечно же, физических лиц ориентируем на то, чтобы сегодня они платили налоги вовремя. Тем более мы сейчас работаем по субботам все налоговые инспекции. Пожалуйста, можно прийти вторник и четверг до 20 часов. И готовы мы распечатать налоговые документы, чтобы в дальнейшем мы не озвучивали с вами вот такую вот статистику. Ну, конечно. Статистика очень серьезная вещь. И тут с ней не поспоришь. Поэтому будем надеяться на сознательность граждан. Вам спасибо огромное, Татьяна, как всегда, за то, что пришли и подробно рассказали обо всех изменениях, о особенностях процедуры для тех, кто, возможно, этого не знает. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостях была Татьяна Приезжих, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области. Вы смотрели в центре. Внимание. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»